Здравствуйте! Это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. Мобильные сортировочные комплексы на Гусенобродском полигоне вот уже почти месяц разделяют поступающие сюда отходы на те, что можно вторично переработать. Оборудование новое для Новосибирска. Наш город использует такие установки одним из первых за Уралом. Мы посмотрели, как работают эти комплексы и узнали, почему они скорее временная мера. Виталий Викторович, мы сейчас на крупнейшем мусорном полигоне Новосибирска. Давайте пройдем путь, который проходят твердые отходы. С чего все начинается? Начинается с того, что на весовой контроль, весы, которые мы здесь видим, заезжает автомобиль, который привозит твердые коммунальные отходы. Производится его взвешивание, то есть определяется масса отходов, которые они сюда привезли. И дальше машина вгружается рядом с сортировочной линией. Взвешивать необходимо для того, чтобы определять массу того, что было завезено. Это раз. Это необходимо для того, чтобы потом начисляется негативное воздействие на окружающую среду. То есть платится такой, так скажем, налог, или так можно назвать. И также необходимо для того, чтобы ввести статистику объема мусора, который поступает на полигоны. Сколько мусора завозят сюда каждый день? Каждый день на этот полигон заходит от 300 до 500 автомобилей. То есть в зависимости от выходных дней, то есть поменьше машин в рабочие дни, до 500 машин заходит каждый день. Порядка 1200 тонн заезжает сюда каждый день. Сюда привозятся, как и от жилых домов, то есть МКД, соответственно, частный сектор тоже сюда привозится. Также и производственные все, и юрлицы. И вот сюда, я так понимаю, вываливают мусор, который привозят на мусоровод. Да, то есть сюда поступает мусор, после того, как взвешивается, и вон мусоровод здесь отваливается. Идет дальнейшая погрузка на конвейер, подающий на сортировочную линию. Дальше происходит его сортировка. Здесь ручной труд, да? Да, здесь в основном ручной труд. Объем переработки на самой линии не такой большой, поэтому достаточно пока ручной погрузки. Вот это все раньше попадало исключительно на полигоны, захоранивало? Конечно, конечно, да. Поясним, что за сортировочные комплексы, откуда они? Эти сортировочные комплексы, они наши российского производства, город Белезовский. Их два сейчас здесь работают? Да, их здесь сейчас работает два. Они работают здесь каждый день, сейчас работают они в светлое время суток, то есть с 8 часов утра до 8 часов вечера. То есть смотрим, как будет работать, то есть именно в сибирских условиях нюансов много, соответственно. Ну, пробуем, смотрим, работаем. А в каких-то регионах уже используют такие комплексы? Ну, используют, но это в основном в Московской области, Краснодарский край, то есть в основном там. То есть в северных районах в основном это не мобильная, в основном это стационарная тортировочная станция. Ощущение, что там тесно внутри, но сейчас посмотрим, да? Здесь получается такое мини-предприятие, да? Да, такое мини-предприятие, где располагаются 8 сортировщиков, которые отбирают именно по своему заданию свой тип мусора, соответственно. С важным вниманием, то есть вот то, что идет по ленте, он выбирает именно то, что необходимо ему. То есть дальше, получается, отправляет в мешок, которые стоят по одному кругу, то есть в этом мешках они накапливаются. Какой мусор сортирует каждый? То есть здесь отбирается в основном фракция как стекло белое, цветное и бой. Далее PET-бутылка белая и цветная, алюминиевая банка, жестяная банка, также встреч, пленка. А больше всего мусора какого типа? Какого типа? Ну, в основном, то есть, больше всего, то есть это PET-бутылка идет большой объем, то есть пленки, сами видите, большой объем. Ну, здесь зависит от того, то есть, от какого жилья было привезено. То есть это тоже немаловажно влияет. То есть даже праздники дают о себе знать, потому что в праздники очень много жестяной банки, например, и алюминиевые банки, когда пьют пиво, например, стекла много, то есть праздники. Ну, а так в основном, то есть это PET-бутылка. Здесь такая система защиты, да? А чем защищают сотрудников? То есть у них, соответственно, обязательно это респираторы, это обязательно перчатки, под низ наливают КБ перчатки, сверху прорезиненные перчатки резиновые. Обязательно защитный плащ и обязательно фарка, да, защитный фарка обязательно. Это бактерицидные лампы, то есть обрабатывают данное помещение на всякие там бактерии, которые могут летать от мусора и все остальное, то есть обеззараживают данное помещение. Если что-то пойдет не так, есть какая-то защита? Конечно, то есть здесь существуют две кнопки на каждой стороне, то есть ближайшие из работников, в случае аварийной какой-то ситуации, можно всегда ее нажать, останавливаются полностью все конвейерные ленты, все электрические механизмы, то есть прекращают работу. Но труд-то нелегкий, да, кто здесь трудоустроен? Работники, они доставлены нам в СИНОМ по договору, то есть это сконвоированные, осужденные, то есть они здесь отрабатывают повинность, так скажем, часовую свою. Какие-то мелкие правонарушения наказаны, то есть часами именно работы, то есть и свои часы работы они отрабатывают именно здесь. То есть этим они свою повинность, так скажем, отрабатывают, и плюс зарабатывают деньги. Ну и воспитательный процесс, я думаю, кто-то подумает о поведении своем. Да, 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 да. После того, как прошел этап сортировки ручной, хвосты так называемые уже поступают в 8-кубовый контейнер, то есть это или слишком загрязненный какая-то мусор, который не идет к переработке, ну и также пищевые и все остальные отходы, и уже эти отходы захорамиваются на полигоне. А какое соотношение, если взять мусор, который удалось отправить на вторичную переработку, и мусор, который попадает сюда, каковы доли? Ну, доли небольшие, то есть в основном это где-то в районе 20% сейчас на данный момент. То есть это то, что все-таки удается на вторичную переработку? Да, да, да. Здесь, соответственно, PET-пленка, PET-бутылка, в более мелких, чтобы они были легче, это стеклянная бутылка идет, соответственно, ну цветная и белая. После того, как накапливается определенный объем, потребители приезжают и забирают. Получается, это такие сообразные прицепы, да, мобильные? Да, то есть это мобильные прицепы, если нужна бы такая необходимость, сворачивается подающая конвейерная лента, все, что здесь есть, закрывается, и тягач перевозит в любое место данный полуприцеп. Ну, эдакий трансформер, да? Да. Их здесь два. Два. Это все, что есть в городе сейчас на данный момент? В городе, да. Этого достаточно? Нет, конечно. Ну, на Кусенобродском полигоне это надо, чтобы стояла станция, как минимум перерабатывающая, ну, в районе тысячи тонн в сутки. Но такие станции, они будут как спасением для небольших полигонов, где небольшие объемы поступления, то есть их можно установить там, и по мере поступления мусора их полностью перерабатывать. Я думаю, в дальнейшем, то есть на данном полигоне всего огромными объемами поступления будет ставиться стационарная перерабатывающая станция, а данные два сортировочных комплекса уйдут на левобережный полигон. У нас есть контейнерные площадки, во многих дворах есть возможность стекло, допустим, пластик скидывать в отдельный контейнер. Получается, сюда попадает мусор, а тот, который сами жители не отсортировали, да? Да, да. Сюда на данный момент попадает именно то, что не сортировано совершенно, то есть жителями. Хотя, то есть, то, что жителями уже сортировано, то есть, если вы видели, то есть те же самые сетки, которые стоят на некоторых площадках, там, конечно, проще будет сортировать, там необходимо только цветной или белый сортировать, и также крышки с них. Получается, что вот эти сортировочные комплексы, это такая временная мера на ближайшие десятилетия, пока люди не стали сортировать дисциплинированно это все дело. Да, то есть, я думаю, в дальнейшем это будет так же, как во всех западных странах развитых, когда будет именно уже людьми сортироваться мусор. И он будет намного чище, то есть, получается, нет вот этого загрязнения никакого, и намного будет проще вторичку перерабатывать производителям. На данный момент люди уже начинают задумываться о том, чтобы не просто, как говорится, валить все в кучу, как обычно, то есть, а хотя бы немного думать о том, об экологии, о природе, о том, чтобы хотя бы вот такого нашим детям не досталось никогда, то есть, этих огромных куч, огромных площадей заваленных, мусором. Субтитры создавал DimaTorzok